приветствую всех друзья сегодня я расскажу про один уникальный американский токарный станок начала 1900-х годов под названием ревет 608 который по сути был развитием оригинального 8 дюймового прецизионного токарного станка конца 1800-х годов это был гениально разработанный станок исключительно хорошо сделаны и прекрасно отделаны но конечно настолько дорогой что большинство из них попали в руки военных или правительственных научно-исследовательских лабораторий конечно некоторые очень хорошо сохранившиеся экземпляры за эти годы попали в официальные резервные хранилища и кто знает может быть осталось еще несколько затаившийся возможно в каком-то давно забытом темном углу управления военно-морских ведомств течение многих лет выпускались три типа шпинделя бабки ранние станки вплоть до 1920-х годов принимали цанги 4 н.с. с максимальной пропускной способностью 5 восьмых дюйма более поздние станки предлагались с возможностью установки очень популярной цанги 5 си в этом случае максимальная пропускная способность увеличивалась до 11 16 дюйма и наконец когда был предложен клиноременной привод шпиндель 5 си был адаптирован и стал тем что производители назвали type pv 5 си последней конфигурации максимальная пропускная способность цанги шпинделя составляла один дюйм ограничена размером дышла а цанга могла удерживать своем отверстие максимум 11 8 дюйма во всех случаях шпиндель вращался в массивных подшипниках из фосфористой бронзы которые полностью регулировалась по износу а на краю ведущего шкива располагалось кольцо из 60 отверстий для индексации максимальная скорость немного изменялась с годами 4 нс мог работать на 1600 оборотов в минуту 5 си на 1295 оборотов в минуту а пиви 5 си на 1500 оборотов в минуту устанавливалась совершенно обычная задняя передача зацеплением на эксцентриковом валу хотя в ранних и поздних моделях были различия в расположении шестерен все шестерни как было принято в то время имели угол давления 14 и 5 градусов различия в расположении зубчатых колес на бабки могут быть объяснены необходимостью использования клиноременной а не плоскоременной системы привода шкивов а также постоянными усовершенствованиями механических характеристик вместо механизма реверса для управления направлением движения от шпинделя бабки к ведущему винту станке 608 использовалась большая шестерня закрепленная на шпинделе которую можно было перемещать с помощью кольца с накаткой на внешнем фланце в любое из трех положений при перемещении кольца и шестерни вправо включалась маленькая промежуточная шестерня которая проходя через коробку передачи или сменные колеса заставляла каретку двигаться к задней бабки в центральном положении шестерни привода выходили из зацепления и каретка останавливалась в то время как что вполне логично перемещение шестерни в левое положение вызывало движение каретки влево к бабки а 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 большинство токарных станков для направления седла используется только верхняя поверхность и верхние края станин но на ревет для поддержки фартука использовалась также передняя поверхность станины сформирована в ласточкины хвосты и плоские пути это позволило получить очень жесткую конструкцию под режущим инструментом и площадь опора седла на станину 74 квадратных дюйма составной упор суппорта работал шелковистой плавностью а верхний суппорт повторяя предков токарного станка второй половины 19 века имел ход более 5 дюймов однако микрометрические циферблаты как и у конкурентов были слишком малы хотя их можно было зафиксировать с помощью чувствительного механизма управляемого удобным маховиком и без опасности нарушить настройку упор ползуна удерживался зажимной стойкой которую можно было быстро освободить для перестановки или снятия устройства полезное приспособление при использовании одного из многочисленных аксессуаров предназначенных для установки на его место поперечные салазки были оснащены электроприводом но для его использования оператор должен был сначала отодвинуть защитную крышку редуктора а затем убедиться что нижний элемент поперечных салазок находится в правильном положении чтобы захватить нижнюю шестерню привода установленную на фартуке первоначально станки 608 оснащались винтовыми нарезками с помощью сменных колес но концу 1920 годов 608 модель можно было заказать с быстросъемным винтовым редуктором для установки на стенд или на различные интересные стенды с первоначально плоскоременной передачей а затем примерно середины 1930-х годов с клиновыми ремнями все модели 608 оснащались как ведущим винтом так и силовым валом что сохраняла точность первого когда требовались простые силовые подачи скольжения и наплавки привод силового вала был устроен очень просто шестерня закрепленная шпонкой на ведущем винте и вращающийся на силовом валу включала фиксированную шестерню под ним обе шестерни были закрыты довольно элегантной крышкой из никелированной бронзы которая скользила в пазах на поверхности станены на приводе каретки был установлен механизм автоматического отключения который с тщательностью ривита был оснащен небольшим микрометрическим циферблатом и мог быть настроен на остановку реза с точностью до одной десятитысячной дюйма сам по себе редуктор для нарезания резьбы мог создавать только ограниченное количество резьб но в комплекте с токарным станком поставлялся набор сменных колес устанавливаем их на стандартный кронштейн квадрата для расширения диапазона нарезания резьбы необычно то что для изменения передаточного числа при установке новых сменных колес необходимо было повернуть всю коробку передач чтобы привести зацепление механизм с неподвижной ведущей шестерней расположенной выше расположение ведущего винта также было новым он был утоплен в переднюю поверхность станины причем большая часть его задней части очень плотно прилегала к полукруглому каналу в котором он проходил в результате получился хорошо поддерживаемый свободный от изгибов балл но такой что только часть его передней части могла быть зацеплена с единственной полугайкой установленной на фартуке необычная конструкция станины создавала еще одну проблему крепление стойки необходимой для привода каретки с ручной подачей из-за ограниченного пространства стойка удерживалась маленькими винтами проходящими вертикально между зубьями через каждые три дюйма или около того винты крошечные и если потребуется снять стойку нужно быть очень осторожным чтобы не повредить их некоторые 608 и похоже имели винты 7 64 дюйма но в течение многих лет могли использоваться винты других размеров на некоторых видах стендов станина токарного станка во избежание ее перекоса при неровной установке поддерживалась со стороны бабки путем установки шарикопошибника под передним краем и еще одного под задним в то время как один шарик располагался посередине станины со стороны задней бабки имелись также различные формы верхнего вспомогательного привода предназначены для питания различных шлифовальных траверсно-фрезерных резьбонарезных сверлильных и так далее приспособлений каждая из нескольких совершенно разных стоек для станка 608 была разработана для выполнения конкретной задачи для которой был выбран токарный станок почти каждый станок выпускался в нескольких вариантах с чугунными или стальными ножками с комбинированным двухсторонним приводом от двигателя и муфты с задним нижним и верхним приводом с плоским ременным контрвалом и даже с различными диапазонами скоростей в зависимости от типа цангового крепления выбранного для бабки обычно указывалось 12 скоростей но иногда встречаются станки с возможностью выбора 24 скоростей а в очень редких случаях специальные станки с регулируемой системой привода для тяжелых условий эксплуатации производители рекомендовали стойку для установки масляного поддона с приводом коробки скоростей это была очень прочная цель налетая чугунная конструкция с глубоким и прочным поддоном для сбора стружки к нижней части которого крепилась двухскоростная комбинированная коробка передач и сцепление более современным по внешнему виду был стальной каленый шкаф представляющий собой подставку с нижним приводом в основании которой находился мотор-контровал на шарикоподшипниках при установке на этот штенд шпиндель бабки с сангами 5 си приводился в движение двойным кленовым ремнем от двухскоростного двигателя всего было доступно 12 скоростей 45 60 85 100 140 195 300 405 565 680 935 и 1290 оборотов в минуту хотя в одном каталоге максимальная скорость составляет 1500 машины оснащенные английскими двигателями работали бы на 25 процентов медленнее если только не поставить более мощный двигатель и соответственно больший приводной шкив неудивительно что ревет 608 всегда был очень востребованным станком а станок в хорошем состоянии способен не только выполнять широкий спектр очень точных работ но и доставит гордость и удовольствие от владения с которым мало какой другой станок может сравниться и 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